Первый летний день, хоть и выдался дождливым, в Центральном парке есть посетители. В основном это мамы с детьми. Инна Графова пришла с маленькой дочкой и говорит, обе очень соскучились по прогулкам. Конечно, соскучились. Два месяца дома сидели, соскучились очень. Подружки Маша и Полина не виделись больше двух месяцев, поэтому безумно рады погулять вместе. Ну, прям очень соскучилась. Очень давно не видела улицу, так сказать. Потому что карантин, все-таки не было известно, будут экзамены, я готовилась. И хотя все видновские парки стали доступны для посещений, стоит соблюдать всеобщие правила безопасности. Согласно постановлению губернатора Андреевича Воробьева, на сегодняшний момент парки открыты только для посещения. Запрещено на детских площадках играть, на спортивных площадках также находиться и сидеть на лавочках. Только прогулки. И желательно соблюдать масочный режим, а также дистанцию полтора метра от других посетителей парка. С 1 июня постепенно начинают работать и библиотеки. Уже открылись взрослые и детская центральные библиотеки. Все читатели должны предварительно записаться в библиотеку по телефонам. Взрослая библиотека 541-44-11. Детская библиотека 541-41-11. В библиотеке может находиться только один посетитель. Обязательные условия – наличие маски и перчаток. Возвращенные книги отправляются на пятидневный карантин. Заранее делается и заявка на книгу, которую читатель хочет приобрести. Библиотека работает в своем нормальном режиме, но по летнему графику. В воскресенье у нас теперь выходной день, а понедельник, суббота работает. С понедельника по пятницу с 11 часов до 19, в субботу с 10 до 18 часов. С 3 июня начнут работать и все остальные филиалы межпоселенческой библиотеки. Правила выдачи книг в них будут аналогичны. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.